Закончил я работу над теми книгами, которые собирался выпустить в 2020 году и досрочно завершил этот труд, это исторические труды, так как должна выглядеть история и так как она должна изучаться. Сейчас она изучается совершенно диким образом и предлагают не широкий набор фактов, а какой-то домысел. Домысел о том, что могло бы быть, но на самом деле мы не можем точно сказать, было это так или было иначе. Вот факт перестал быть опорой исторического знания, массового исторического знания. Все заменяется домыслами, в том числе и домыслами о глубокой древности или о недавней истории. Мой труд был посвящен истории Древней Греции. И из четырех книг, которые, две из них я уже презентовал, может быть, самая главная, вот эта, она самая тоненькая, но она и самая главная, это книга «Герои Гомеровской эпохи». Здесь портрет Гомера, на обороте тут рельефы, представляющие древнюю историю, легендарную гомеровскую историю. А внутри доказательства того, что все то, что мы знаем о древнейшей истории Греции, это никакие не мифы. То есть у нас под словом «миф» понимают неправду, а это все правда. Правда, записанная определенным образом, украшенная тем, что можно считать мифологией, сказкой, сказочными сюжетами. Да, именно в такой форме знание об истории тогда сохранялось, и поэтому дошло до нас. Потому что нас эта история не только погружает в древние события, но и занимает. Занимательная история Одиссея со сказочными сюжетами. Убираем сказочные сюжеты, остается чистое знание о том, что происходило. Исторический факт. То же самое про Илиаду. Убираем божественные элементы, и все становится, все абсолютно прозрачно. Но там еще надо правильно сложить отдельные песни Гомера, все становится понятным. И исторический факт высвечивается, его можно оценить. Вот, можно сказать, заключительная книжка «Это герои Гомеровской эпохи». Видите, большой формат, потому что там крупные генеалогические схемы, которые подтверждают хронологию. Генеалогия подкрепляется хронологией, и наоборот, хронология, генеалогия. И они поверяют друг друга. Вот такие большие схемы. Все герои Гомеровской эпохи прописаны в этих схемах. Все родство показано. Где недостаточно данных там пунктиром намечено. Где достоверно установленная связь. Все определено, как нужно. Вот такие большие схемы. И зачем заниматься древней историей, мне иногда говорят. Ну, вы займитесь русской историей. Действительно, русской историей надо заниматься. И прорва историков. Вроде бы, как занимается русская история. А она так и остается не написанной, не расписанной. И не сложенной в какой-то канонический текст, который может поправляться. Дальше вот как бы общепринятое знание. Я не знаю, многотомное или можно в один том уместить там краткую версию. Этого не делается. Но наши предыстоки, нашей культуры и нашей государственности это Древняя Греция. Древняя Греция, потом Византия, потом Русь, Россия. Это прямая последовательность и прямая передача того, что можно было бы назвать культурный капитал. И если читаем Пушкина, но не знаем Древней Греции, то многое не понимаем. Там имена богов он использует. А почему, вроде бы, русский православный поэт использует. Есть прямая связь. Поэтому восстановление истории Древней Греции, она тоже не написана. И тоже представляет из себя набор анекдотов, которые кочуют из одного учебника в другой. И переписываются историками раз за разом. Вот это надо преодолевать. И преодоление осуществляется теми действиями, которые осуществляю я в том, что занимаюсь исследованиями, не заглядывая в учебники, которые заведомо негодны. А исследую, изучаю факты, собираю их, составляю коллекцию, вычленяю самое главное. С рисунками, схемами, фотографиями и так далее. Вот поэтому представляю еще одну книгу. Это, можно сказать, предпоследняя, но тоже, которую я еще не показывал. Это Древняя Фракия. Древняя Фракия. Какое она имеет отношение к Древней Греции? Прямое, прямое Древняя Фракия. Фракийцы были защитником не Трои. Поэтому в греческой истории они хорошо известны. Фракийцы под именем Фрегийцы существовали в Анатолии, на территории современной Турции. А побережье Анатолии – это древнегреческие города. Взаимодействие было очень плотным. Такое же взаимодействие было прибрежные города на территории фракийского государства, самого крупного, надо сказать, в те времена. То есть были древнегреческие города-государства, была там Персидская империя и так далее. Фракийцы – это самое крупное государство, но тоже такое вот зыбкое, такое же, как и Персидская империя в более поздние времена. Ну, персы там проходили как нож сквозь масло, сквозь фракийские территории. Но иногда им давали такой бой, что им казалось, что они здесь могут все и остаться. Ну, так же и с персами. Александр Макезонский прошел туда и сюда. Но если бы он не был жутким варваром, он бы не сжигал все на свете. Вот города, которые ему сопротивлялись, он стирал с лица земли полностью. И сейчас вот остатки мы там видим. Персиполь, например, который он практически полностью уничтожил. Или город Тир, который он тоже сравнял с лица земли, стер. Вот тогда бы мы видели восстановление там персидских поселений, персидской культуры и так далее. Но он вот огнем и мечом прошелся и от этого считается великим. Ну, я о другом, о древней фраке, которая интересна еще тем, что письменных источников-то очень мало, и они греческие. А собственная письменность, может быть, и была, но до нас она не дошла. Носители, на которых она существовала, не дожили до наших дней. И мы имеем только исключительно археологический материал. Поэтому здесь, в этой книге, как и в предшествующих, в этой серии реконструкции, масса картинок, схем. То есть здесь описаны древние захоронения, описаны музейные экспозиции и так далее. И составлена определенная концепция историческая, которую я называю «живая история». И вот здесь я тоже постарался. Почему книга такая желтая, золотистая? Потому что редкостная цивилизация фракийцев представлена в наши дни огромным количеством кладов. Некоторые из них расхищены черными копателями, веками это происходило. Но многое раскопано, многие могильники, многие клады открыты неповрежденными. Это огромное количество золотых, серебряных, бронзовых изделий, замечательного искусства. Можно сказать, что вся территория фракии усеяна просто либо древними могильниками, в которых находили замечательные артефакты, золото и серебро, либо кладами, которые прятались специально, потому что жизнь была очень нестабильна. Накопление богатств было в традиции фракийской знати. Они собирали эти богатства в виде замечательных произведений искусства из золота и серебра. И потом им приходилось все это прятать, потому что нашествия, с одной стороны, там, скифы приходили, с другой приходили персы, потом македонцы и так далее. И они прятали, и прятали не у себя под полом, потому что легко в таком случае находили, а где-то в стороне. То есть многие клады найдены случайно, они найдены там, где нет никаких остатков поселений, никаких остатков знаний. То есть закапывались где-то под корни деревьев и так далее. И не востребовались, потому что действительно эти нашествия уничтожали в том числе и фракийскую знать. И тот, кто закапывал клад, зачастую не выживал. Огромное количество вот этих артефактов найдено, и этим фракия очень интересно. И тоже здесь восстановление единства истории. Аналогов тех книг, которые написал, нет. Вот так, чтобы собрать все вместе, весь материал, с одной стороны, кратко изложенный, но с другой стороны, весь и в одной книге. И с большим количеством иллюстраций, схем, графических реконструкций. Такие же книги я выпустил по истории Афин и Аттики, окружающей Афины территории, и по истории древнего Пелопоннеса. Эти книжки я представляю для читателей, вы можете их приобрести. Электронная почта, по которой списаться можно в условиях приобретения, находится в комментарии под этим видеороликом. Мечтаю продолжить свои исследования, но пока для этого не хватает времени и сил. Ну, надеюсь, что будут такие условия, но прежде нам надо эти книжки распродать, чтобы они дошли до читателя. Может быть, какие-то дополнительные тиражи, потому что мои тиражи крайне скромные, а издательства боятся выпускать. Ну, вот я как бы пробу выпускаю, если тиражи расходятся, я могу прийти к издателю и сказать, ну, выпускаю вместо сотни тысячу экземпляров. Тогда, ну, как бы ты прибыль получишь, а я большое удовлетворение как писатель, как автор этих исследований. Ну, и далее, конечно, я уже начал писать, но пришлось бросить историю древнего Кипра, историю древнего Крита и в целом островной цивилизации Эгейского моря. Прибрежных городов, скажем, там, Милец, Мирно и так далее. Вот это там, то, что осталось на территории Турции сейчас. И Раполис, в который водят сейчас экскурсии. Там замечательный музей, где мне удалось побывать. Вот это направление следующих исследований, последующей работы. Но все будет зависеть от того, получу ли я поддержку, прежде всего, от читателя. Поэтому ожидаю эту поддержку, ожидаю заказов книг. Всего доброго. Продолжение следует...